За то хорошее, что у тебя есть, что он тебе даёт, ты первым делом начинаешь сам получать огромную радость. Второе, что получает человек, который благодарит Всевышнего? Кто знает, давайте напишите, что ещё. Те, кто уже практикуют, серьёзно практикуют благодарность, напишите, пожалуйста, да, что ещё вы получаете. Давайте, это как тест на пройденные 117 уроков. Что получает человек, который благодарит Всевышнего за всё, кроме хорошего настроения? Вот понятное дело, что когда я благодарю, я фиксирую то, что мне нравится, и мне, конечно, становится лучше. Но что ещё происходит, кто знает? Давайте подумаем вместе. Да? Могу сказать, ладно, я пока все пишут, говорю правильный ответ. Говорю правильный ответ. Значит, происходит следующее. Когда благодаришь Всевышнего, то, во-первых, сам погружаешься в полуполные стаканы. То есть ты фиксируешь прямо, причём вещи, вот эта чашка, например, она, ну, есть у меня уже, я не знаю, там, может лет 10. Ну, 5 точно. И она очень красивая. И я не помню, откуда она у меня взялась, но я, когда замечаю, насколько она красивая, и насколько я благодарен Всевышнему, что у меня есть эта чашка, то я переживаю контакт с этой чашкой каждый раз по-новому. И я радуюсь, то есть, что она у меня есть. Я в этот момент погружён. Интеллект человека, он не может одновременно обрабатывать больше, чем 7 плюс-минус 2 единицы информации. Сознание человека – это как канал такой, да? И если я в этот момент заполняю свой канал и говорю спасибо Всевышнему за вот эту прекрасную чашку, как она мне нравится, спасибо за то, что у меня есть руки, чтобы её ощущать, и спасибо, что у меня есть глаза, чтобы её видеть, и спасибо, что в данный момент меня лично в моём теле ничего не отвлекает, никакая там боль от этой чашки, то в этот момент у меня ничего нет другого в моём мире. То есть, все мои 7 плюс-минус 2 единицы информации заполнены мыслями об этой чашке. Ну что, когда я через эту чашку благодарю Всевышнего, то в этот момент у меня пробуждается связь со Всевышним через канал, который называется «Любовь». Благодарность и Любовь, они идут рядом. То есть, я благодарю Всевышнего за Его… И я в этот момент чувствую Его любовь. То есть, благодарность, она, как бы, является, знаете, чем? Вот есть такие чернила, да, есть такие чернила, которые видны только при определённом свете. Вот смотришь, ничего нету, чистый белый лист. Потом каким-то светом посветил на него, и видишь ты, что там написано. Так, благодарность, она как раз и позволяет почувствовать Любовь Всевышнего к тебе и ответную Любовь к Нему. И когда есть Любовь ко Всевышнему, всё, тогда наступает совершенно другая реальность. Совершенно другая реальность. То есть, тогда ты, ну, вообще попадаешь в другой мир. То, что нам обещал Рав Шаламаруш, он говорил, что если вы вот эту книгу пройдёте, то, что мы уже 117 урок, и вы действительно начнёте практиковать благодарность, то, значит, у вас наступит рай на земле. И вот у нас будет следующий урок, 118. Вот так и начинается. Билет в рай. Билет в рай, видите, написано. Билет в рай. Хорошо, значит, заканчиваем её. Я сейчас ищу новую книжку. Пока, если у тебя вчера купил книгу, называется она «Быть в радости». Лиот Басимха. Это другой ученик Рабинахмана из Бреслова. Это, значит, советы, практические советы, как жить в радости по учению Рабинахмана из Бреслова. То есть, это как бы посмотрим. Я пока только её купил, посмотрю ещё там глубже в эту книгу. Может её, может другие качества из книга качеств. В общем, сейчас мы как раз уже подбираем следующий цикл уроков. Но всё будет всё равно связано с качествами характера. Потому что в этой книге мы учили, что есть три цели у человека в этом мире. Первая цель – это… Это, если я правильно запомнил, видите, вторую цель я точно запомнил – это исправление качеств. А, первая цель – исправление мира, он сказал. Да, если взять вот смысл жизни, то первая цель – это исправление мира через исправление мира. Каждый должен сказать, что мир создан для меня. И я в этом мире являюсь проявлением Всевышнего. И исправление мира – это я молюсь, чтобы мир вернулся ко Всевышнему. Это и есть главное исправление мира. Когда я сам возвращаюсь ко Всевышнему и мир… Хотя бы я молюсь за мир. Не надо ничего особого делать, но хотя бы молиться, чтобы в мире наступил мир, добро, чтобы люди вернулись к Богу, перестали делать зло, может каждый из нас. Вторая цель, говорит Раб Шаламаруш, это исправление себя и своих качеств. Приобретение правильных, хороших качеств, доброта, скромность, честность и так далее. Убрать гнев из себя, быть человеком позитивным, веселым, радостным, добрым – это вторая цель. И третья цель – это выполнять заповеди с радостью. Вот он говорит, что три цели есть, которые в жизни. И есть одна главнейшая цель – это прийти к вере. Такой вот стопроцентной вере, что нет ничего кроме Бога, все от Всевышнего, что нет в этом мире ничего кроме Всевышнего и никого кроме Всевышнего. И что все к лучшему. Что все к лучшему – значит, это вторая цель. И интересно, что сегодня как раз 16 февраля и 16 глава в притчах царя Соломона. И я вот как раз каждый день изучаю по одной главе. Продолжаю, повторяю, изучаю. И вот в сегодняшней главе есть, я выделил несколько отрывочков, которые на эту тему. Вот, например, третий отрывок 16 главы. Написано так. Что это значит? Вот, например, Виктор Тарасов или Елена Бедильдина. У каждого в течение дня есть какие-то дела, планы, там все. И ты думаешь, я должен то, я должен это, я должен то. А вдруг получится, вдруг не получится. А вдруг он придет, не придет, согласится, не согласится. То есть обычный человек, он все время в каких-то расчетах, получится у него или не получится. Говорит нам царь Соломон. Положи на Бога свои дела. Ну, чего ты волнуешься? Ты сделаешь, а как будет, это уже результат не от тебя. Положи на Бога, возложи на Бога свои дела, и утвердятся мысли твои. И сразу твои мысли успокаиваются. То есть ты говоришь, я сделаю свое, все, Всевышний решит, как ему угодно. Я знаю, что он меня любит даже больше, чем я себя люблю. Значит, все будет все равно к лучшему. Это как бы высшая степень веры, когда ты веришь, что все от Всевышнего, и все к лучшему. Дальше, 16 глава, 18 отрывок. Лифней Шевер Гаон. Это один из моих любимых притчах-отрывков, которые мне объясняют, что вокруг творится. Перед крушением Вознесения, гордость такая, да, Лифней Шевер, перед крушением Гаон, это гордость. В Элифней Тишалон Говоруах. И перед Тишалон, это падение, такое спотыкание. Говоруах, это высокомерие. Значит, тут нам Зарь Замон говорит, и смотри, ну, главное, чего надо опасаться, это думать, что ты все делаешь. Это и называется гордость, гордыня, высокомерие. Когда человек говорит, это не Бог управляет миром, это я. Это вообще сразу же... Это перед крушением Вознесения. А почему спотыкание, вот это высокомерие перед спотыканием? Как только человек начинает, такой высокомерный, тут же он попадает в ситуацию, когда люди, по его мнению, его не уважают. Значит, он с людьми начинает конфликтовать. И в итоге он спотыкается. Это происходит со всеми высокомерными людьми. И третье, то, что сегодня я выделил, вот это очень важно, да? Смотрите, почему я дальше выбираю изучать книги, связанные с качествами характера и с верой, а не с какими-то практическими действиями. Говорит нам Царь Саамон, мудрейший из людей, самый мудрый из людей. Он говорит так. Тот, кто размышляет интеллектуально над своими вещами, поступками и так далее, он найдет добро. То есть, действительно, человек, который умеет думать, всякие шахматисты, мастера игры в шашки, которые считают на несколько ходов вперед. И вообще, человек, который обдумывает свои дела, он в конце дня обдумывает, что у него сегодня получилось, не получилось, планирует на завтра. Он, конечно, ищет добро, и он найдет добро. Больше, чем человек, который необдуманно действует, вообще какой-то хаотичный. Но он дает нам второй вариант. У бутеях баошем ашраф. Но тот, кто бутеях баошем, тот, кто бутеях, это как бы уверен, да, траст, верит в Бога, полагается на Бога, он будет счастлив. О, вот это еще выше ступенька. То есть, первый человек, он вечером обдумывает, так, что у меня сегодня получилось, что не получилось, что сделал правильно, что неправильно, как поступить завтра, как мне сделать правильно, как мне все успеть, и так далее. Второй человек, он вечером говорит, спасибо Всевышнему за то, что сегодня у меня вот это получилось, это получилось, это получилось, это получилось. Спасибо тебе, Всевышний, я вижу, как ты меня любишь. И то, что не получилось, спасибо тебе, что не получилось, такой урок я получил сегодня. А за то, что вот сегодня у меня там вот это не получилось, вообще тебе огромное спасибо, это такую ты мне вот дал мудрость великую, вообще вау, спасибо, вижу, как ты со мной работаешь напрямую, Всевышний, спасибо тебе. Я полагаюсь, что завтра все, что я сделаю, будет хорошо, а если будет нехорошо, значит это тоже хорошо, потому что ты мне покажешь, что мне туда не надо. Это человек счастлив, ему не надо много думать, он полагается на Всевышнего, это более высокая ступень, полагаться на Всевышнего, это царь Соломон, мудрейший из людей. Теперь возвращаемся к тому, что мы изучаем, то есть мы изучаем больше в этой книге, как полагаться на Всевышнего, как верить во Всевышнего, как полагаться, как благодарить. И я вам скажу, что по улучшению жизни, по результативности в жизни, а как мерять результативность жизни? Только одним параметром, если человек счастлив, значит все, у него жизнь хорошая, если он не счастлив, значит у него жизнь плохая. Ай, ну и что, что человек там достиг какую-то цель, а он в это время сидит, рыдает в депрессии, там вообще, всем пожертвовал, цель достиг, а дальше что? Ну и что дальше-то? Главное это выстроить свою жизнь и быть счастливым. Хорошо, теперь говорит нам Рав Шалом Аруш в 117, мы перешли уже последняя у нас глава, жалко, что книга эта заканчивается. 13 глава, интересно, что именно 13 глав он выбрал сделать в своей книге, 13 это числовое значение слова Аава, любовь, и 13 это числовое значение слова Эхад, один, Бог один. Вот 13 это Эхад, числовое значение, три буквы вместе там идет, и Аава, любовь тоже 13. Вместе 13 плюс 13, 26, 26 это числовое значение имени Всевышнего, Юткей, Вавкей, был, есть и будет, это Всевышний Творец Бесконечный. 26, если все буквы его имени подсчитать, сложить, получится тоже 26. И это такие тайные Торы, мы сейчас в Каббалу заглянули, такой как программный код мира. Говорит нам здесь в 117 уроке, в 13 главе Рав Шалом Аруш, самое легкое избавление. В Святой книге Зоар, это книга по Каббале, в Святой книге Зоар говорится, что Моше Рабейну Моисея был первым избавителем и станет последним избавителем. То есть, книга Зоар, это Каббала, и когда говорится там какая-то фраза, то есть у нее простой смысл, что Моше Рабейну, он был первым избавителем, то есть он вывел еврестий народ из Египта, и будет последним избавителем, это когда придет Мошеах, и когда будет третий храм, когда мир перейдет в новое качество. Теперь, ну, то, что он был первым избавителем, понятно, а как он станет последним избавителем? И вот тут зашифровано, это шифр, и он нам этот шифр объясняет. Он говорит, о первом избавлении сказано так, что они не послушали Моше по малодушию и от тяжелой работы. В книге Шмот написано, что выло шаму, не слушали они Моше, ми коцер руах, от короткого духа дословно переводится, тут переводится малодушие, но коцер руах, это у них был как бы короткий дух. Короткий дух в эаводах каша, и была у них тяжелая работа, они были в рабстве. Когда Моше пришел спасти народ Израиля, он принес им урок веры. И он говорит, что Моше Рабейну, когда пришел, он принес им урок веры, он сказал, что все от Бога, Бог творец, хозяин мира, и все от Него, и все к лучшему. И тут он, ну, как бы, каждый человек видит мир сквозь свой ракурс, да, и он нам дает свой ракурс. Он говорит, когда он пришел, он принес им урок веры, благодарения, радости и плясок. Что, по его представлению, Моше Рабейну пришел в Египет, и он такой был, как Бресловский хасид, значит, танцевал, пел, и им говорит, ребята, давайте радоваться, благодарить Всевышнего и танцевать. Но все праведники того поколения, пытавшиеся приблизить избавление путем астезы, не приняли его. Они думали, такого просто не может быть. Всевышний не станет спасать народ Израиля верой и благодарением. Поэтому сыны Израиля не послушали Моше Учителя нашего. Он говорил им вещи, неспособные на их взгляд привести к избавлению. То есть он говорит, ну, а как, знаете, это мне похоже на шутку, что, говорят хасиды, которые ходят в меховой шапке, что Моше Рабейну ходил тоже в Штраймале в этой меховой шапке. Они спрашивают, а с чего вы взяли Египет, Моше Рабейну в Штраймале? Они так смотрят и говорят, ну, а как вы думаете, что он мог ходить без Штраймала? Так это здесь вот то же самое, что Моше Рабейну пришел спасать Израиль, и как он пришел их спасать? С песнями, с плясками, с благодарностью. Он говорит, но они его не послушали, потому что он говорил им вещи, неспособные на их взгляд привести к избавлению. То же самое будет и при последнем избавлении, которое должно совершиться путем дивной работы над благодарностью и благодарением. Людям сложно в это поверить. И действительно, я эту книжку смотрел на нее с большим подозрением. Я думаю, ну не может быть. Ну вот сколько есть каких-то способов работы над собой, духовного какое-то совершенствования, но все они там уйти 14 дней молчать. Это тема. Вот ты молчишь, там випассана это называется, да? Молчишь, это тема. Это вообще, ты прямо, это наверное дает духовный рост. Или там уехать в пещеру на полгода, или в ледяную воду окунаться, или там ночами не спать, или поститься. То есть кажется, что духовный рост обязательно должен быть связан с какими-то самоистязаниями, какими-то ограничениями. А тут он приходит, говорит, слушай, бери чашку, кофе, который ты любишь, и благодари Всевышнего от всего сердца. И у тебя такой духовный рост будет, который просто ничем не сравнимый. И еще и кофе вкусный попьешь, и чашкой порадуешься, и будешь сидеть, а кайфовать. Не влазит в голову. Он говорит, Машер Абейну так же к ним пришел и говорит, давайте радоваться, благодарить Всевышнего. Мне говорят, слушай, ну что ты рассказываешь? Они думают, что Всевышнему для спасения нужен от нас какой-то тяжкий труд. Посты, изнурение плоти и тяжкая аскеза. Лишь так, по их мнению, можно заслужить избавление. Он говорит, что мы, давайте представим. Машер Абейну сейчас приходит к евреям в Израиле и говорит, вот Всевышний меня послал вас спасти. Ему говорят, отлично, что мы должны для этого сделать, только скажи. Он говорит, нужно улыбаться, пребывать в радости, благодарить Всевышнего, соблюдать тору и заповеди весело и легко. Что ему на это евреи ответят? По всей видимости, ты не избавитель. Ты не избавитель. Если бы ты велел каждый день поститься, не спать по ночам, окунаться в ледяную воду, кататься по снегу, пребывать в постоянной депрессии, быть унылыми и сломленными, мы поверили бы тебе, поскольку ты назначаешь нам тяжкую работу. Это понятно. Ради избавления мы должны сделать что-то трудное. Но все время пребывать в радости и этим заслужить избавление, это непонятно, нелогично. Депрессия и отчаяние – это логично. И не пытайся нас обладать. Ты не избавитель. В общем, так он нам описывает, что в наше время вот так вот и происходит, что вот эта вот вещь, которая на поверхности, да, она просто на поверхности, потому что в Шмай-Исраэль мы говорим дважды в день, это главная декларация о том, что мы должны делать. И в Шмай-Исраэль мы говорим «Вэ аавта – это шэмэлокэхэ» «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». То есть возлюби. Теперь дальше. Как относиться к людям? «Вэ аавта лереха камоха» «Возлюби ближнего, как себя». Что такое любовь? Любовь – это радость, любовь – это принятие, любовь – это позитивная эмоция, однозначно. То есть получается, что Всевышний в двух главных заповедях – любовь к Богу, любовь к ближнему – Он от нас хочет именно позитива, Он не хочет от нас негатива. Но почему-то тот же царь Соломон в притчах, он начинает притч с седьмой отрывок, первый отрывок, где он говорит нам уже, что делать. Он говорит, «Реши да, от основа познания, и рата шем, страх перед Богом. Хохмау мусара вилим базу, мудрость божественную и нравственность, скептики, грешники, они пренебрегают этим, презирают». Какое здесь может быть? И на протяжении всей истории был акцент в служении Богу на страх. Что если ты не будешь служить, то страх. Если не будешь служить, убьем, зарежем, джихад. Почему-то был такой перекос на сторону страха и страдания. Но сейчас мы видим, что страх и страдания вообще не работают. Люди настолько стали расслаблены, что их уже не запугаешь. Какие-то непуганные все. Уже через страх никого не сделаешь ни религиозным, ни счастливым. Потому что, а как ты сделаешь? А тем не менее, депрессия растет, люди все недовольны. Все вроде хорошо, а люди несчастные. Все им не хватает, воюют, плохо. В общем, он говорит, что попробуйте через любовь. Попробуйте через любовь. Хотя этот путь выглядит неочевидным, но именно так оно работает. И, значит, почему люди не слушаются праведников, указывающих на этот путь? Ведь он легок и приятен. Почему? Значит, написано прямо в Торе, не слушали они его по коцер руах во вода каша. То есть, у человека есть коцер руах. Коцер – это как обрезанный дух. То есть, у них обрезанный дух и тяжелая работа. То есть, люди заняты все время какими-то пустыми делами, и нет у них веры. Как он пишет, люди не верят, что такое малоусилие, как благодарение Всевышнему, может привести избавление. Значит, и дальше он пишет такую вещь, что если бы люди поверили и начали бы видеть во всем правление Всевышнего и благодарить Всевышнего, то они бы тут же вышли из всех неприятностей, из всех болезней, из всех ям. Как написано, как говорил пророк Рамияу, что это час бедствия для Акова, в нем же его спасение. То есть, получается, что момент радости и момент вот этой связи со Всевышним раньше всегда наступал момент спасения. То есть, нужно человека сильно шугануть, чтобы прямо до страха смерти, что его аж все, плющи там, потом он спасается. И в какой-то момент, я читал автобиографию Фридс Перлс, это основатель дештальтерапии. И он говорит, у меня в жизни было один раз божественное переживание, когда я именно прочувствовал связь со Всевышним, но его не хватило, силы этого переживания не хватило, чтобы я стал религиозным. То есть, у меня явно было божественное переживание, такого единения со Всевышним, его присутствие. Но, говорит, оно потом прошло. А как оно было? Он во время Первой мировой войны был на фронте врачом. И он был в окопе третьем, по-моему. А его перевели в первый окоп, самый опасный. И он очень боялся, что в первом окопе он погибнет. Но потом началась бомбежка. Их бомбили там очень сильно. И газом их там каким-то бомбили. И так их бомбили. В общем, в итоге он там вжался в дно этого первого окопа. И когда наступил рассвет, тишина, бомбежка закончилась, он вылез, он был ранен, но жив. А третий окоп, в котором он до этого был, и в котором он думал, что это намного безопаснее, чем первый, не осталось живых никого. Он был полностью все там погибли. И он говорит, вот в этот момент, это утро, это восход солнца, все. Я почувствовал единение со Всевышним, любовь Всевышнего. Но, говорит, потом меня отпустило. Ну, я не стал религиозным, не стал соблюдать заповеди. Вот. Получается, что даже если Бог делает чудеса для человека, то вот эти вот чудеса, они его, ну, на какое-то время могут зацепить. Но если человек становится реально благодарным, и он видит во всем, видит проявление Всевышнего, не надо какие-то сверх, там, вот эти вот качели, да? А именно, вот он видит в простых вещах, то тогда он напитывается вот этой любовью Всевышнего и связью со Всевышним в бытовых, да? В простых бытовых вещах. Понимает, что такое есть божественное проведение в каждый момент. То есть, ты взаимодействуешь со Всевышним в тот момент, когда ты это осознал и понял. В этот момент включается вот этот вот канал связи, да? Такой вот, ты попадаешь на волну Wi-Fi. И если ты попадаешь на волну связи со Всевышним, и ее, как бы, благодарностью, эту волну укрепляешь, усиливаешь, то приходит любовь ко Всевышнему, а дальше приходит соблюдение заповеди. Потому что, если ты любишь Всевышнего, то ты тогда начинаешь соблюдать заповеди, что еще больше усиливает связь со Всевышним. А когда у тебя есть связь со Всевышним через заповеди, и ты благодаришь за то, что у тебя есть связь со Всевышним через заповеди, то тогда наступает радость. То есть, оно идет, как бы, в диаметрической прогрессии. И, значит, человек становится связан со Всевышним, и наступает его индивидуальное спасение и общественное спасение. И дальше он пишет, опять же, на примере Машарабену, а что мешает. И когда Машарабену пришел и начал об этом говорить с евреями в Едипте, то были там два злодея, Датан и Аверам. И они начали с ним спорить, ругаться и так далее. И они делали все время споры, конфликты. И вот он здесь и говорит, что главная задержка общего и частного избавления вызвана обилием спорящих, подобных Датану и Авераму в том поколении, вышедших навстречу Машарабену. Действительно, хотя перед благодарностью Всевышнему отступают все беды, но на это весьма ополчаются силы зла и обвинители Божьего посей. И они стараются обвинять и умножать беды. И вот эти вот, те, которые спорят, они самые-самые такие вредные люди, которые спорят и водят заблуждение многим, не давая людям идти священным путем простой веры, постоянно благодарить Всевышнего и верить, что все к лучшему. Вот я сейчас наблюдаю русскоязычная пресса, которая есть в Израиле, сайты там и так далее, новости. Как они, что они пишут? Это самые ужасные, с моей точки зрения, люди, которые делают столько зла, что просто невозможно. Любую позитивную новость они убирают. Любую негативную новость они не просто раздувают, они их создают то, чего нет. То есть они пишут, вот, может быть, что там скоро закончится все. Ну, откуда ты взял эту мысль, может быть, зачем тебе об этом сейчас писать? Напиши, слава Богу, сейчас все есть. Слава Богу, есть, было и, скорее всего, будет. Теперь он вместо того, чтобы сказать, слава Богу, спасибо, что все есть, он пишет, скорее всего, будет плохо. То есть, настолько негативное освещение реальности, настолько вот пресса, она просто яд вообще, самый большой яд, который только возможен. И если вы даже читаете прессу, смотрите новости, я понимаю, что тяжело от этого отказаться. Просто увидьте, насколько вот эти вот журналисты, как говорил Ильф и Петров, эти шакалы ротационных машин, эти акробаты, фарса, и как-то он их так называл, ну, не то, чтобы некрасиво, но вот по существу, что эти люди настолько не выдумывают, такие обманщики. И обманщики с целью поссорить людей. Я не знаю, как в других странах, но в Израиле русскоязычные сайты, их цель просто, вот, то, что здесь он пишет, поссорить людей, поссорить религиозных с нерелигиозными, левых с правыми, поселенцев там с тель-авивцами. В общем, всех они хотят поссорить, очернить, правительство очернить, армию очернить, шабах, ну, то есть, всех они очерняют, все будет плохо, и это, я вам говорю, это ужасно, то, что так происходит. Я думаю, что пресса во всем мире, она вот как раз и является современными дотанами и авирамами, которые уничтожают все добро в мире, и просто, я не знаю, откуда они берутся, эти люди вообще, да. Вот Форбс, Форбс, я думаю, ну, я, честно говоря, Форбс не считаю, но это хорошие новости, мне кажется, Форбс, они, во всяком случае, там, как бы, их намерение – это деньги зарабатывать, они хотя бы, понятно, их направленность, то есть, они пишут, их интерес понятен, а вот просто обычные сайты, их интерес – это испугать больше людей, чтобы люди испуганные больше их читали. Все, всем шаббат шалом, чтобы Всевышний, чтобы мы видели добро Всевышнего, его добра в тысячу раз, оно все добро Всевышнего. Но если мы возьмем ложку, бочку меда и ложки дегтя, все равно у любого человека негативного меньше, чем позитивного. Просто нужно научиться замечать позитивное, усиливать позитивное, благодарить за позитивное. И если что-то происходит не так, задавайте себе простой вопрос, что Всевышний от меня хочет, что идет не так, как я хочу, а как-то по-другому. Значит, может быть, я хочу не того, может быть, я где-то ошибся, может быть так, может быть так. Ведь Всевышний мне уже доказал, что Он меня любит, вся моя жизнь – это доказательство Всевышнего. Если что-то мне не нравится, значит, давай-ка разберемся. Но тоже, опять же, понимаю, что все это добро Всевышнего. Все, шаббат, шалом, удачи, успехов, спасибо вам огромное, что вы учите Тору, благодарите Всевышнего, создаете божественный свет, любовь, радость в себе, вокруг себя, шалом. И, значит, заслугу нашей духовной работы, приятной, приятной, но мощной, создания вот этого света внутреннего, благодарности и любви Всевышний, закончит все войны, скажет, ну, слава Богу, вот они на воикре тут научились радоваться, благодарить Всевышнего. Значит, все, пора заканчивать войны. Уже хоть есть там несколько тысяч нормальных людей в мире, которые реально видят Бога и умеют радоваться. Все, удачи, успехов всем. Шаббат, шалом, встречаемся с Божьей помощью. В воскресенье, возможно, я в воскресенье должен, у меня есть одно очень с утра дело, которое, сейчас я думаю, я буду в пути. Вы знаете, в воскресенье, наверное, я напишу, я напишу, во сколько будет урок. Давайте сейчас я вам скажу, потому что в воскресенье утром я буду занят. Хорошо, видите, как я вспомнил? Давайте мы перенесем урок в воскресенье, сделаем урок, например, в 2 часа дня. Я в 10 не смогу утра завтра, в воскресенье. То есть я могу в 2 часа дня. В воскресенье с Божьей помощью будет в 2 часа дня, вместо 10 утра будет урок в 2 дня. Все. Воскресенье, урок Торы, урок Торы, 2 часа дня, урок Торы, 14.00. Все, пожалуйста, напишите, что 14.00. Все, удачи, успехов, до воскресенья. Шабад шалов.